Привет всем, кто с нами. Напомню, я Елена, заводчик питомника китайских хохлаты Ханканта Дельмонда. И сегодня я хотела поговорить на тему, почему китайская хохлатая самый лучший компаньон или 101 причина завести именно эту порогу. И вот когда я думала над этим выпуском, сначала пришла в голову мысль начать с описания породы и так далее. Но этого так много в интернете, и я думаю, что вы уже на сто раз перечитали одну и ту же информацию. Поэтому давайте лучше я расскажу вам свои наблюдения из собственной жизни и подробно расскажу свое видение и мнение о породе. А вы уже потом решите, нужна вам китайская хохлатая в вашем доме или нет. Итак, начну с первого достоинства. Если вы относите себя к персоне, о которой существует потребность о ком-то заботиться, таких людей на самом деле очень много среди нас. Например, если у вас еще нет детей, но чувство заботы уже выросло, или уже не будет детей, потому что дети выросли, или, может быть, вы в категории родителей, которым незнакома мудрая и умная поговорка «Ребенок, гость в твоем доме, накорми, выучи, отпусти», и вы продолжаете опекать свое чадо, то китайская хохлата – это именно то, что вам нужно. Я даже не могу объяснить, почему, но китайские хохлаты действительно вызывают очень сильное, вызывают или пробуждают очень сильное чувство заботы к себе. В принципе, моя любовь к породе с этого и началась. Ребенок вырос и в 17 лет уехал учиться за тысячи километров от дома, и в доме, кроме меня, мужа и рыбок, никого не осталось. Ранее, да, собаки были, но это были диаметрально противоположные породы, такие как Ротвейлер, Бордовский док. Это были 90-е годы, и вот кто прожил это время, тот поймет, почему. И декорацию мы с мужем, ну, декорацию, то есть, как компаньонок, да, мы с мужем особо из-за собак не считали. И вот ситуация. Сын живет не с нами, я в рабочей командировке с температурой 39, смотрю кино, в котором бесконечно фигурирует китайская хохвата, которую носит на руках секретарша. Как сейчас помню, Аверин в главной роли, сам фильм не помню, но китаючку очень хорошо помню. И она была такая вся неказистая, маленькая, почему-то небритая, но во мне вызвало такие чувства, что я тут же позвонила мужу с предложением завести собаку. Ну, женщины знают, как это обычно бывает, после таких непродолжительных уговоров. Мой супруг согласился, и вот уже по возвращению домой, в аэропорт Шереметьево в Москве, мне привезли вот этот вот кроханный такой комочек, то есть это был щеночек, моя Бонечка. И я, конечно, абсолютно ничего не знала об этой породе, тогда еще не было вот соцсетей таких популярных, а были какие-то форумы, вот на этом форуме я ее там в разделе «Комна продаж» и нашла, собственно говоря. Вот как раз это нанофото. Сейчас, уже спустя много лет, я очень помню это чувство, которое множилось в нашем доме с появлением вот каждой китайской хохлаты, то есть с появлением новой собаки. И я могу сказать, что достоинство один породы, это вызывает желание заботиться и может быть предметом вашей заботы. Мы все в большинстве своем нуждаемся в любви, и мы способны любить. И если на данный момент вы одинокие и нет возможности реализовать накопленные чувства, то эта порода точно для вас. Хохлаты способны любить 24 часа в сутки, причем так корректно, что вы удивитесь этому. Предположим, сегодня вы спите чуть подольше, ваша собачка будет терпеливо ждать рядом, ну на кровати с вами, или в соседней комнате, или там может быть на полу рядом с вашей кроватью, но главное, не надоедая вам. Другая ситуация. Предположим, вы пришли с работы или учебы, усталые, и кроме как завалиться на диван и ничего не делать, совершенно нет желания, ничего страшного. Ваш друг в лице китайской хохлаты будет опять же рядом в состоянии спокойного ожидания. Это я к чему? Они удивительным образом умеют подстраиваться под наше эмоциональное состояние и быть на одной волне с нами. И вот это, я считаю, есть очень такое хорошее, большое, главное, второе достоинство китайской хохлаты. Всем без исключения людям свойственны смены настроения, уныния. Мы испытываем иногда стрессы, а иногда даже депрессии. Здесь я тоже хочу рассказать примеры своей жизни. Когда у меня были уже две китайки, причем они появились с разницей полгода, и однажды я оказалась в очень сложной жизненной ситуации, и вот эта вот налетевшая черная полоса, такая затяжная полоса, она задвинула меня в очень жуткую депрессию на где-то месяца 4. И честно скажу, если бы они не они, я бы не знаю, как бы я справилась. Это была действительно депрессия с таким большим подтекстом. Мне было нереально плохо от того, что я просто не могла выйти из этого состояния, хотя по своему типу я человек очень такой быстро отходчивый, эмоциональный, причем как бы мега такой позитивный. Вот. Но было очень сложно действительно. Я даже не понимаю, как они смогли и сумели мне помочь, и помочь им наподняться, и преодолеть вот все то, что пришлось пережить. Может быть, несколько раз повторяющиеся на дню всплески их радости, причем такой на ровном месте, радости, игривости, призывы поиграть с ними. Вот именно шаг за шагом, в перерывах между вылизыванием моих слез, они помогли мне. Поэтому достоинством 3, третьим достоинством, вернее, я бы назвала вот то, что китайские хохлаты, они прям лекари души. И вот это девочки на фото, как раз которые мне помогли. Вы активный, энергичный человек или семья. Вы постоянно куда-то несетесь, смотреть новые места, путешествовать и так далее. И если это все про вас, то китайская хохлата будет отличным спутником для вас и членов вашей команды. И они никогда не будут в тягость. Потому что китайские хохлаты очень хорошо обучаемы. Их легко обучить правилам, именно путешествия. Они очень выносливы, то есть отлично переносят путешествия пешие, велосипедные, на поезде, на самолете. Поэтому кратко, достоинство 4, они настоящие компаньоны. И вот сейчас я покажу небольшую подборку моих путешественников. Это не только мои личные собаки, а и собаки моего разведения. То есть много там всяких видосов и фото мне всегда присылают. И поэтому вот посмотрите, какие крутые путешественники и вообще спутники жизни могут быть китайские хохлаты. Еще про активных, энергичных. Если вы или в вашей семье есть люди, которым нравится движение, адреналин, то все это можно сделать в компании с китайской хохлатой. Они отличные спортсмены. Например, аджилики, все знают, что такое. Курсинг, фристайл. Фристайл это танц с собаками. Выставки по красоте. Кстати, там тоже можно подчеркнуть очень много адреналина не только тому, кто в ринге с собакой, но и всем членам семьи, когда вот ваша собака в ринге, а вы смотрите и так вот болеете за нее и думаете, что какая она красивая, выиграет, она не выиграет. То есть эмоций очень много. Далее, даже соревнования по ИПО, это соревнования по послушанию. Все это можно реализовать совместно с китайской хохлатой. Почему? Потому что причина, их склад ума, они очень быстро все схватывают. То есть дрессируются вообще вот так вот на раз. Они почти все пищевики. И вот здесь я небольшую такой, ну как бы, заметочку такую внесу. Если, предположим, у вас есть в мыслях заняться спортом с собакой, любым спортом, выбирайте щенка, который кушает быстрее всех и очень ориентированно на еду. И, соответственно, этот щенок будет легко дрессироваться. Но даже если, как бы, и вы это не сделали изначально, то я уверена, то есть в моей практике 98, наверное, процентов китайских хохлатов они все пищевики. То есть за всю свою историю я встречала всего двух, которые не ориентированы на еду, но зато они ориентированы, они такие социально ориентированы. И они прям работают за любовь, как я говорю. То есть там за поцелуи, и как бы за какие-то поощрения в виде слов. Вот, ну, еще как бы есть тип, которые за игрушку лучше работают. Ну, это в любом случае, как бы, во всех породах так. Вот, так вот. Соответственно, они легко дрессируются, и опять же, так как они очень ориентированы на человека, то будут за любовь, кипиш или хочуху владельца. То есть пятое достоинство это компаньоны в собачьем спорте. Ну, и вот чуть-чуть видео и фото моих выпускников. Ай, браво! Обойди! Обойди, обойди! Хорошо! Хоп! Да, супер! Обойди! Ай, умница какой! Змей! Да, хорошо! Круг! Поклон! Да, молодец! Змей! Рядом! Рядом, рядом, рядом! Скорее, скорее! Ай, молодец! Круг! Супер! Змей! Право! Да! Да-да-да-да! Право-право-право! Бальс! Бальс! Хорошо! Змей! Змей! Супер! Змей! Да, молодец! Змей! Ай, хорошо! Обойди! Хаос! Да! Умница! Хаос! Молодец! Хорошо! Обойди! Хаос! Коп! Умница! Молодец, Смей! Думаю, ты не зайчик! Продолжаем! Предположим, вы человек, который хочет и помогает в чем-то другим людям. То есть, у вас есть чувство и желание помочь кому-то, да? Чем-то. И вот китайские хохлаты могут быть и реализоваться вместе с вами в таком полезном деле, как канистерапия. Наверняка очень многие слышали про это. Это разновидность терапии людей с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. У меня в Штатах, в Америке, живет девочка, зовут ее Моана, которая работает, да-да, именно работает. У нее прям закрепленная функция, то есть, я не знаю, ну не должность, но в общем, у нее даже есть график прихода на работу в онкоцентре для детей. Вот ее фоточки. К сожалению, в связи с законами о неразглашении я не могу показать ни одну фотографию в работе с детьми, но, поверьте, за два года работы она поддержала очень много детишек. И, не правда ли, это, конечно же, потрясающе. Ну и, конечно, владелица очень гордится ей и всячески продолжает развивать ее склонность. Причем, когда она ее выбирала, единственным критерием, который она мне озвучила, ей нужна была собака, у которой была бы врожденная социальность к чужим людям. Ну и, вот видите, это сработало. Поэтому, достоинство шестое, помощь вам в ваших добрых делах. То есть, китайские хохлаты могут быть великолепными помощниками. Далее, есть люди, которые стремятся притянуть внимание окружающих. Девушки, молодые люди, мужчины, женщины, все мы иногда этого хотим. Так вот, поверьте, с китайской хохлатой сделать это будет крайне просто, потому что они имеют неординарный вид, особенно голые. Разнообразие окрасов в породе просто поражает их огромное множество. И у меня тоже есть одна очень хорошая история о том, как сын владелец моей собаки, ну собаки моего разведения, который днем по специфике своей работы регулярно выгуливал их собачку, познакомился с девушкой, которая просто спросила, то есть она просто проходила мимо и спросила, какая у вас порода и чем, вы думаете, закончилась эта история. То есть уже прошло несколько лет, сейчас у них подрастает собственная сынуля и, конечно же, есть своя китайская хохлатая. То есть достоинство седьмое, они могут изменить вашу жизнь к лучшему. Еще один немаловажный аспект. Например, вы экономны и привыкли все планировать и все рассчитывать. Так вот, китайские хохлатые породы, которые не требуют больших вложений в еду, в одежду, здоровье и прочие собачьи нужности. Ввиду небольшого размера, кушает китайская хохлатая довольно немного, порода, да, грумерская, то есть нужно приводить в порядок регулярно. Но этому можно научиться легко самому, сэкономив деньги на ежемесячные походы грумера. Кстати, на моих видео-выпусках вы можете научиться этому. Далее, расходы на косметику, да, они есть, но если, опять же, грамотно отнестись к выбору и купить концентрированное профессиональное средство, можно сэкономить в разы. Далее, у хохлатых вполне крепкое здоровье и живут они достаточно долго, пребывая, причем, в таком бодром состоянии духа почти до ухода на радугу. Соответственно, ветеринары и расходы на них, они требуются, как правило, ну вот после 80 лет для корректировки здоровья уже по возрасту. Следовательно, восьмое достоинство, которое я выделяю, это порода, не требующая больших затрат по содержанию. Идем далее. Вы модник или модница? Наверное, уже поняли, о чем я. Кого, как ни голых китайских хохлатых, хочется одевать и наряжать? Конечно, для этого вам потребуется приобрести персональный шкафчик, но так чудесно видеть китайских хохлатых, которые вот вышагивают в одежде, красиво одетых и гордо идущих рядом с ними их владельцев. Вот, кстати, по поводу вот комплектности, в моей любимой компании ForMyDogs есть такие комплекты, называются они собака и владелец. То есть, это одежда одинакового цвета, материала, дизайна, вот, то есть, такие, в общем, одежда для вашей команды, и вы можете быть как бы даже на улице на одной волне с ними. То есть, ну, прикольно. Вот. И еще, вот, как бы отношения, да, китайских хохлатых к одежде, они, ну, так как они, в принципе, всему научаются очень быстро, то к одежде они относятся очень хорошо. Например, мои собаки, они даже лапки умудряются там засунул-высунул, то есть, помогая одевать быстрее комбинезоны, предположим, на прогулку. И, соответственно, достоинство девятое – это модники и модницы с вашей помощью. Еще про одно достоинство расскажу и на этом закончу. А то, как вы все поняли, я могу и сто одно найти, точно. Все мы иногда устаем. Особенно в конце рабочей недели или учебной недели. А китайские хохлаты, как я уже говорила ранее, порода все-таки грумерская. И при помощи моих видеовыпусков можно научиться быть грумером для своей собаки. Так вот, делая еженедельный груминг своей собачке, то есть, мыть, сушить феном, быть, может быть, стричь, вы можете расслабиться в процессе этого, помолчать, подумать или, наоборот, ни о чем не думать. А потом посмотреть на свою красотку или красавца и на результат своей работы, как грумера. И похвалить себя за то, что ваш друг – самый-самый красивый или самая-самая красивая. И сделали это все вы сами. Ну, вот примерно так же я сделала вот в этом видео. Ты очень красивый. Прям очень-очень. Да, беги. Беги красивый. Да. Да ты красивый. Ой. Дурень-дурням. Да, вот так вот. Да, конечно. Да, да, да. Да, да. Угу. Так. То есть, еще одно достоинство – это много положительных эмоций. Порода вам принесет совершенно точно. Можно перечислять еще очень-очень много достоинств, из-за которых можно заводить эту породу. Китайская хохлата не пахнет, не линяет. Кстати, пуховая разновидность тоже не линяет. Китайская хохлата не имеет разнообразие окрасов на любой вообще вкус, не навязчивая, будет подстраиваться точно под владельца и под его образ жизни. Собаки китайские хохлатые любят детей. Они уживаются с любыми животными. Там кошки, собаки, мышки, хомячки и так далее. Легко дрессируются. Голые представители загорают летом и меняют вид, очень меняют. Что тоже очень интересно. Поэтому, если из всего мной рассказанного или сказанного вы узнали себя или что-то близкое к вам, вы без сомнения можете заводить эту породу. Еще, я должна сказать, кому бы я не советовала. Я бы не рекомендовала эту породу тем людям, кто не бывает дома более 16 часов в силу, может быть, специфики работы или образа жизни. Имею в виду то, что китайские хохлатые, они очень скучают и тоскуют, когда находятся дома одни длительное время. И в этом случае даже приобретение второй собаки, оно не спасет, потому что две собаки будут скучать. Далее. И я бы не рекомендовала хохлатых тем, у кого есть очень маленькие дети с некорректным поведением по отношению к животным. И которые не способны воспринимать информацию в силу возраста или еще каких-то причин, как нужно обращаться с собачкой. Вот, пожалуй, это две причины, по которым я бы сказала нет и я говорила нет при запросах щеночков у меня. Ну и, как бы, чтобы подытожить, как-то за завтраком спросила у мужа, а он у меня такой большой и брутальный, почему ты любишь эту породу собак? Знаете, что он мне ответил? Так они не собаки, они же маленькие человеки. Поэтому я желаю вам познакомиться с этим космосом как можно ближе. Надеюсь, этот выпуск был также полезен. Подписывайтесь на наш канал и погружайтесь еще больше в мир китайских охлаток. А у кого еще нет питомца, в любви к которому можно раствориться, добро пожаловать к нам на сайт. Там есть раздел о продаже щеночков, есть и мои контакты. Звоните, пишите, с удовольствием пообщаюсь. Или просто захотите на сайт посмотреть красивых собак. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok